Прочная хлопковая ткань, цвет индиго и на швах двойная оранжевая строчка. Первоначально рабочая униформа, которая вошла в моду в прошлом веке, а популярна до сих пор. Причем настолько, что в гардеробе некоторых девушек джинсы занимают главенствующую позицию. В моем гардеробе очень много разных моделей. Я люблю зауженные джинсы, но у меня также есть джинсы-клёш, которые мне вообще достались в подарок от моей подруги, которая уехала в Америку 2000 лет тому назад. И я их безмерно люблю. Есть рваные. Я их уже даже немножечко затюнинговала. А в советское время джинсы были не только самым модным и желанным предметом гардероба, а еще и самым недоступным. Ими спекулировали и привозили на себе контрабанды из-за границы. В них пытались влезть с помощью мыла или подогнать под размер в горячей воде. Я знаю такие истории, когда люди с утра одевали эти джинсы, зашивали на себе плотненько-плотненько. А потом вечером, чтобы их снять, полностью распарывали. То есть брюки были очень-очень узкие и полностью стягивали все тело. Точно так же в этот же период были очень модные, вот как раз клешные фасоны. Это уже направление хиппи как раз было, путешественники. Джинсовая классика 80-х годов прослеживается в популярном американском фильме «Назад в будущее». Главный герой носил прямые джинсы с чуть завышенной талией в сочетании с белыми носками и кроссовками. В Советском Союзе подражали Западу и другими способами. В 1980-х годах в моду вошли джинсы-варенки. В магазинах о таких штанах даже не слышали, а вот советские граждане придумали свои ухищрения по изготовлению новинки. Попробуем и мы приготовить свою модель. Все как по рецепту. Скручиваем джинсы, засыпаем отбеливатель. Однако наш эксперимент проваливается буквально на корню. Первый блин комом, и мы советуем не повторять варку джинсов в домашних условиях. Потом вспомним 90-е, они уже более нам близки. Очень модно было в 90-е рваные джинсы. Началось это еще вот с 70-х срокового периода, но так рвать, как в 90-е джинсы еще никто никогда не рвал. В 2000-е годы писком моды в джинсах стала заниженная посадка, а также разнообразный декор. Если до этого мы обращали внимание на текстуру ткани и на фасон, то в 2000-е годы это были и джинсы из нашивок, и джинсы в стиле пэтчворк из разных оттенков джинсов. И вставлялись разные куски кружева, клеточки, какие-то куски хлопка. Сшивались несколько разных тканей, клепки, заклепки. Очень популярная была такая деталь, как цепочка на джинсах. Еще одна очень интересная тенденция, которая появилась в 2000-х годах, это джинсы с матней, как их называют. То есть это заниженный уровень сидения между ног, и как в мужской и в женской моде они очень стали популярны. В скором времени появились модели джинсов бойфрендов в свободной посадке, джинсы-бананы, и вернулась в моду завышенная талия. В последние десятилетия появились даже названия скини, это джинсы, которые по фигуре, и даже треггинсы, как-то они правильно называются. То есть это джинсы-леггинсы, которые сделаны из очень эластичной ткани и полностью, ну как леггинсы, покрывают фигуру. Но отличие от 2000-х, опять-таки, то, что они более короткими стали открывать щиколотки. И одна из самых популярных тенденций последнего года – это рваные коленки. То есть рваться стали джинсы не в любых местах, а стали они конкретно на коленках. Кстати, особый шик на потертость существовал еще в 80-е годы. Фирменные джинсы отличались от брезентовой подделки возможностью протираться. Как видите, мода возвращается, поэтому не спешите выкидывать старые модели. Возможно, именно они будут популярны в следующем сезоне. Алена Чернявская, Илья Пучко и Максим Сацукевич. Утро. Студия Хорошего Настроения.